Когда я изучаю историю Израиля, мне всегда интересно, как Бог Отец рождал людей как народ. Он вел их из Египта через пустыню в течение сорока лет. Помни об этом, хочу, чтобы вы подумали вот о чем. Иисус, Иешуа Машеах, божественная глава Израиля. Перед тем, как начать свое служение, Он крестился в реке Иордан, и сразу же после этого Иисус услышал голос Отца, который говорил Ему. «Это мой возлюбленный Сын, в Котором мое благоволение». После этого Дух Божий повел Иешуа Иисуса в пустыню, где он, внимание, постился сорок дней и сорок ночей и встретился с дьяволом. Мы видим, что и Израиль, и Иешуа, божественные глава Израиля, начинают свой путь с прохождения пустыни. Возлюбленные, хочу сказать вам, что сегодня план не изменился, прежде чем Бог Отец раскроет нашу жизнь во всей ее полноте, каждый из нас должен пройти свою собственную пустыню. Многие из вас сейчас проходят через пустыню в своей жизни. Пустыня может принимать множество различных очертаний и форм. Это может быть и потеря работы, и потеря любимого человека. Это может быть что угодно, и это заставит человека обнаружить себя посреди пустыни. Но вот что я хочу вам сказать. Не тратьте зря время в пустыне. Есть то, что Бог Отец может сделать для вас только в пустыне и нигде больше. Но, находясь в пустыне, мы принимаем от Бога Отца то, что не сможем принять нигде больше, когда у нас все в порядке. Другими словами, возлюбленные, глубочайшие вещи мы сможем принять от Бога, только находясь в пустыне. Я хочу поговорить об этом чуть позже, а сейчас подумайте вот о чем. «Только находясь в пустыне в течение 40 лет, Израиль увидел, что каждый день Дух Божий являлся в центре их стана, как облако славы днем и столб огня ночью». Они видели проявление славы Божией, только находясь в пустыне. Для нас с вами ничего не изменилось. Бог Отец питает нас знанием откровения, глубокими духовными истинами, когда мы взываем к Нему, зависим от Него и идем с Ним рука об руку через свою пустыню. Возлюбленные, не тратьте зря время в своей пустыне. Сегодня я хочу поговорить с вами о принципах, которые помогут сделать ваши переживания о пустыне наиболее плодотворным. Первый принцип, поразмышляйте о нем, звучит так. Израиль находился в пустыне 40 лет. Это был не краткий опыт, это не произошло за один час. Они ели в пустыне 40 тысяч раз. Они провели в пустыне 14 тысяч ночей. Понадобилось время, чтобы Бог сохранил в жизни Своего народа то, что Он хотел. Сейчас хочу вместе с вами обратиться к книге Второзакония в восьмой главе. Давайте посмотрим, что Бог сказал о Своих действиях в то время, когда Он вел Израиля через пустыню. Помните, что Израиль — это пророческая тень нынешней церкви. Другими словами, Павел писал то, что прошел Израиль, было пройдено не только ради них самих. Бог провел их через пустыню и записал эти события для нас, для церкви последнего времени. Другими словами, переживание пустыни принесло пользу как самому Израилю, так и нынешней церкви, как пишет Павел. Поэтому данные события так важны и записаны не только для людей Первого Ветхого Завета, для людей Израиля, для еврейского народа. Давайте прочтем из восьмой главы Второзакония, начиная с первого стиха. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землей, которую, склятвую, обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Я прочту эту главу, вместе с вами, возлюбленные, один стих за другим, применяя их к вашей жизни. Прежде всего, хочу, чтобы вы увидели Божьи пути, кто Он такой, как Он действует, и каков Его план для нас с вами сегодня. Вот посмотрите на первый стих. Каков план Бога для Израиля? «Дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землей». Как это сильно и как прекрасно. Некоторые считают, что Бог гневный, скупой, печальный и обидчивый. Думая о Боге, они считают, что Он печален и зол. Но Бог не такой. Бог наполнен счастьем и любовью. Иисус, Его Сын, помазанный елеем радости. Бог великий, величественный Бог, который любит нас и хочет самого лучшего для вас и меня. Послушайте эти слова еще раз. Во-первых, Бог говорит, «Дабы вы были живы». Иисус сказал, «Я пришел, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком». Бог Отец радуется. Когда Его дети бодры, полны жизни и счастливы, Он продолжает, «Дабы вы были живы и размножились». Возлюбленные, Он желает, чтобы наши жизни распространялись, чтобы наш духовный человек возрастал в духовной сфере, в духовном пространстве. Другими словами, чтобы возрастал наш мир, дабы умножилась наша радость. Наше познание Бога становилось глубже, дабы наше чувство удовлетворения росло. Иисус сказал, «Кто верует в Меня, у того из чрева потекут реки воды живой. Вы будете пить из источника жизни и послушайте, не будете жаждать вовеки». Здесь мы видим то же самое. Бог желает, чтобы Его народ жил, умножался и распространялся. Далее Он хочет, чтобы Его народ пошел и завладел землей. Я прочитаю это снова. «Старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землей, которую, склятвую, обещал Господь Отцам вашим. Он желает, чтобы мы с вами брали от Него больше и больше. Он — наша земля». Бог Отец сказал Аврааму, «Я твой щит, награда твоя весьма велика». Бог Отец хочет этого для нас, чтобы мы были благословлены. Благословен наш Бог Отец и Господь Иисус Христос, благословивший нас всяким духовным благословением в небесах. Дети Божии, я хочу, чтобы вы знали, вы победители. У Бога приготовлена для вас великая Божья цель и предназначение, чтобы вы имели победу. Он подарит ее вам, если вы будете зависеть от Него до самого конца. «Вы будете иметь такую жизнь, о которой сказал Иисус. Вы будете иметь жизнь с избытком. Но обратите внимание, прежде чем Израиль смог овладеть той жизнью, которую приготовил им Бог Отец, ему пришлось пройти через пустыню». Другими словами, мы увидим, что Бог смирял их и испытывал. Прочитаю вам это, чтобы вся картина сложилась воедино. У Бога есть великий план на вашу жизнь и великий план на мою жизнь. У Него есть великий план на каждую жизнь. Но прежде чем Он введет нас в полноту нашего наследия в Нем, вначале Ему нужно убрать с нас лишнее, смирить нас и сделать так, чтобы мы полностью зависели от Него. Ему нужно завоевать нас, чтобы мы не полагались ни на что другое. Ему нужно привести нас туда, где мы отдадим Ему первенство в своей жизни. Тогда Он приведет наше сердце, душу и мысли в порядок. Тогда Он сможет ввести нас в то изобилие, которое Он нам приготовил. Хочу, чтобы вы это поняли, потому что сегодня многие учения заставляют людей поверить, что Бог просто благословит их. Это произойдет за одну ночь. Они не понимают, что войти в полноту благословения — это целый процесс. Библия говорит, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Послушайте еще раз, что говорит Господь. Старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землей, которую склятвую обещал Господь Отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя. Это первая причина, по которой Бог Отец повел их в пустыню, чтобы смирить их. А что значит смирить? Возлюбленные. Смирить значит сделать зависимым. Смирить — это когда душа преклоняется перед Богом. Ходить в смирении значит ходить в зависимости от Бога, в почитании или уважении к Богу. Бог Отец буквально созидал смирение и почтение, делал их приоритетными в жизни людей, проводя их через пустыню. Возлюбленные. У вашей пустыни есть цель. У вашей пустыни она есть. Вы попали в пустыню, и на то есть причина. Бог что-то делает для вас. Бездна взывает к бездне в пустыне. Когда бездна взывает к бездне, приходит Дух Божий и говорит, помни весь путь, с которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне. Вот уже целых 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли ты хранить заповеди его или нет. Я хочу пояснить, и все мы об этом знаем. Бог — Всеведущий, то есть Он знает все. Это нам известно. Почему же здесь сказано, что Бог Отец повел их в пустыню, дабы испытать их, чтобы узнать, что у них в сердцах? Разве Он уже не знает? Он уже все знает. Здесь имеются в виду две вещи. Первое. Когда Господь говорит об испытании, то испытание в Писании подразумевает поднятие человека на следующий уровень. Другими словами, Бог проводит нас через испытание не для того, чтобы посмотреть, пройдем мы его или провалим. Он и так уже знает, что в нашем сердце. Только Иисус знал, что в сердцах человеческих. Бог Отец знает, что внутри нас. Иеремия пишет, что Бог знал его и видел еще в утробе матери. С библейской точки зрения, испытание — это проверка, которую устраивает нам Бог, чтобы поднять нас на следующий уровень. Другими словами, Бог повел народ в пустыню, чтобы очистить его и поднять нас на следующий уровень. Это заставило людей пройти то, что изменит их и поднимет нас на следующий уровень. То же самое касается и нас с вами. Бог Отец проведет нас через испытания, чтобы мы узнали свои сердца, а затем он поднимет нас на следующий уровень, поскольку зачастую мы осознаем, что не так уж близки с Богом, как нам казалось. Скажите мне, бывало ли, что вы столкнулись в своей жизни с тем, с чем вы не сталкивались раньше? Вы попали в водоворот событий, столкнулись с трудностями или испытаниями, совершенно новыми для вас. До столкновения вы хорошо себя чувствовали, вам нравилось ходить с Богом, однако, когда начались испытания, вы осознали, что ваше сердце не было таким чистым и полным веры, как вам казалось раньше. И вот вы столкнулись с испытанием и заметили, что проваливаете его. Не то, чтобы вы совсем его провалили, но вы проходите это испытание не так достойно, как бы вам хотелось. Иногда у вас появляются неправильные отношения, приходят отравляющие мысли или тревога, или нападает страх. Из-за испытания мы проявляем к людям в нашей жизни меньше терпения. Мы знаем, как нужно поступать правильно, но это испытание для нашего сердца, и в каком-то смысле мы не справляемся. Мы не проваливаем испытание, но проходим его не так успешно, как нам бы хотелось. Что же мы тогда делаем? Мы взываем к Отцу, взываем к Иисусу в этом испытании, и что мы говорим? Помоги мне, помоги мне, Отец. Другими словами, кто из вас, проходя испытания, теряет терпение, общаясь с людьми? Когда вы за рулем, из вашего сердца исходят горькие слова в отношении других водителей, либо вы, как обычно, общаетесь с людьми в супермаркете, но вдруг обнаруживаете, что у вас меньше любви, потому что переживаете напряженные времена, вас это расстраивает. И что вы делаете? Взываете к Богу. Отец, помоги мне и укрепи меня. И что же Он делает? Он берет вас и поднимает на следующий уровень. То же происходило с Израилем. Бог Отец преображал их в пустыне, и то же самое делает с нами. Пока мы не проходим свое испытание в пустыне, когда мы ухватываемся за Бога Отца, взываем к Богу Отцу и зависим от Него, тогда Он поднимает нас на следующий уровень. Когда мы с вами проходим испытания пустыней, мы обнаруживаем сверхъестественное обеспечение Бога. Продолжаем читать третий стих. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манную, которой не знал ты и не знали Отцы твои. Обеспечение Бога, оно гораздо выше, вы даже не подозреваете, о Нем, когда у вас все в порядке. Другими словами, только в пустыне шесть дней в неделю на земле появлялась сверхъестественная манна для детей Израиля в течение сорока лет. Только в пустыне вода сверхъестественна, белые скалы. И только в пустыне люди видели посреди стана облако славы днем и столб огня ночью. В пустыне мы часто переживаем, сверхъестественное Божие обеспечение намного шире рамок того, что мы переживали, когда все было легко. Поэтому не теряйте зря время в пустыне. И если вы проходите пустыню прямо сейчас, храните свое сердце от горечи, храните себя от жалоб. Не позволяйте дьяволу украсть вашу радость, даже если сейчас сложные времена. Среди пустыни не благодарите Бога, потому что слово говорит, притом мы знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу, дабы мы преображались в образ его сына. Поэтому не теряйте зря время в пустыне. В противном случае, вам, возможно, придется пережить другую пустыню, потому что вы не получили то, что хотел дать вам Бог в этой пустыне. Поэтому если вы прямо сейчас проходите пустыню, я хочу, чтобы вы встали на колени вместе со мной и поблагодарили Бога за свою пустыню. Давайте сделаем это сейчас. Отец, во имя Иисуса, мы хотим поблагодарить Тебя за то, что Ты устраиваешь во благо для любящих Тебя и призванных по Твоему и завалению. Отец, мы верим, что это сложное время, которое мы сейчас проходим, служит для Твоих целей. Ты устроишь из Него что-то хорошее. Ты служишь Мне и наделяешь откровениями так, как не получится это сделать, когда все хорошо. Хочу поблагодарить Себя, Бог Отец, несмотря на то, что мне сейчас тяжело. Поблагодарить Тебя за то, что Ты делаешь в моей жизни во имя Иисуса. Аллилуйя, возлюбленная, во имя Иисуса. На следующей неделе мы продолжим эту тему. Знаете, что сказал Господь детям Израиля? В конце 8 главы Второзакония Он сказал им, «Который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи и места сухие, на которых нет воды». Теперь слушайте внимательно, чтобы впоследствии сделать себе добро. Другими словами, пустыня готовила детей обетования, народ Израиля, к тому, что Бог собирался им дать. Если вы входите в свою пустыню или уже ее проходите, то знайте, Бог запланировал для вас доброе. Приготовьтесь к своему прорыву. Не тратьте это время своей жизни зря. Во имя Иисуса. Отец, я прошу о тех, кто сейчас проходит пустыню. Прошу Тебя укрепить их. Прямо сейчас прошу Тебя сверхъестественно укрепить внутреннего человека, каждого Твоего Сына, который смотрит сейчас эту программу и нуждается в Твоей помощи в этом переживании пустыни. Отец, я говорю на них «Жизнь и воскресение», потому что каждый из них это драгоценная для Тебя душа. Иисус, молимся во имя Твое. Сын, дочь Божия, муж, жена Божия, во имя Иисуса, я хочу, чтобы сейчас вы начали благодарить Бога за то место, где вы находитесь. Пусть вас будет благодарный Дух. Начните радоваться своему положению, потому что вы выйдете из этой пустыни, возлюбленные с золотом. Так же, как народ Израиля вышел из Египта с драгоценностями этой земли, вы выйдете из этой пустыни с драгоценными камнями Духа, которые украсят ваше сердце. То, что вы получаете в пустыне, станет драгоценным помазанием, которое вы вынесете с собой из пустыни. Во все дни вашей жизни это будет вашим утешением и основанием вашей духовной жизни. Бог будет использовать их в вашем служении другим людям. Да благословит вас Бог сегодня. Благодарите Бога за свою пустыню во имя Иисуса. Люблю вас. Шалом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok